Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Лучшее нападение – это хорошая защита, правда? Продолжение следует... А, вот и ты. Ну и как тебе первый настоящий контракт? Наверняка поинтереснее, чем то, что предлагает Назир. Ну ладно, я уважаю твою осторожность. Теперь мне нужна твоя помощь в более... личном деле. Да, меня волнует Цицерон. С самого его приезда он вел себя странно, не сказать хуже. Боюсь, он совсем ошалел. Но это еще полбеды. Он начал запираться в чертоге матери ночи и разговаривать с кем-то. Тихо, но очень возбужденно. С кем он говорит? Что они задумали? Я опасаюсь предательства. Пойми, если Цицерон настроит других против меня, против нас, наша семья не переживет такого раскола. Я хочу, чтобы ты прокрался в эту комнату и подслушал их разговор, брат. Ты не сможешь спрятаться в тени. Они тебя наверняка заметят. Нет. Тебе нужно укрытие. Место, куда они не подумают посмотреть. Например, гроб матери ночи. Возражений нет? Хорошо, тогда иди. Поспеши на их встречу. И сообщи мне все, что узнаешь. Да вроде бы нет. Но я смогу дать тебе новые указания, когда ты вернешься. Все зависит от того, что ты узнаешь. И поторопись. Тебе нужно попасть туда до Цицерона и его союзника. Они могут пойти навстречу в любой момент. Иди, скорее спрячься в гробу, пока Цицерон и предатель не пришли туда. Часов. Тайно убить тройняшек, а затем переложить вину на мать? Удивительно. Что? Вы думаете, я слишком стар и немощен? Во мне больше опыта, чем в любых двух из вас щенков. Вместе взятых. А опыт... Опыт... Мое оружие! Мое оружие! Мы одни? Ах, да. Да, одни. Желанное одиночество. Никто не услышит. Никто не побеспокоит нас. Все идет по плану. Остальные я говорил с ними. И они с нами, я знаю. Волшебник Фестус Крэкс. Может быть, даже Огрианин. И не дитя тоже. Ах, а как же ты? Ты? Ты говорила с кем-нибудь? Нет. Нет, конечно, нет. Мое дело говорить, выслеживать, видеть и объявлять. Мое! А что делаешь ты? Ничего. Нет. Я не злюсь. Нет, никогда. Цицерон понимает. Цицерон всегда понимает. И повинуется. Ты заговоришь, когда будешь готова. Правда? Правда же? Милая мать ночи. Бедный Цицерон. Дорогой мой Цицерон. Такой верный слуга. Но он никогда не услышит мой голос. Он неслышащий. Ой, но как же мне защитить тебя? Как нанести твою волю, если ты не говоришь ни с кем? Но я буду говорить. Я буду говорить с тобой. Ой, потому что ты слышащий. Да ты. Да ты. Ты, кто делит со мной мою железную гробницу. Кто согревает мои древние кости. Я даю тебе задание поехать в Лундрут, поговорить с Омоном Матьяром. Бедный Цицерон подвел тебя. Бедный Цицерон просит прощения, милая мать. Я пытался. Я так старался. Но я не могу найти слышащего. Скажи Цицерону, что время пришло. Скажи ему те слова, которых он ждал все эти годы. Тьма наступает со смертью тишины. Что? Какая нисть, осквернение, измена и кощунство. Осквернена святость гроба Матери Ночи. Объяснись немедля. Говори, церфь. Она говорила с тобой о предательствах. Предательствах и обман. Ты лжешь? Мать Ночи говорит только со слышащим. А слышащего? Слышащего нет. Она так сказала. Она сказала это тебе. Тьма наступает со смертью тишины. А это верные слова. Связующие слова. Записанные в книгах хранителей. Знак, которым я долго ждал. Единственный мамочкин способ поговорить с милым Цицероном. Значит, это правда. Она вернулась. Наша госпожа вернулась. Она избрала слышащего. Она избрала тебя. Слава слышащему! Во имя Ситиса довольна. Прочь, глупец. Твоим планам не суждено сбыться. Ты в порядке? Я слышала переполох. С кем говорил Цицерон? Где сообщник? Покажись, предатель! Я говорил с матерью Ночи. Я обращался к ней. Но мать Ночи не ответила. О, нет! Она говорила только с ним. Со слышащим. С кем? О чем ты? Что это за бред? Это случилось! Случилось! Мать Ночи заговорила! Молчание прервано! Слышащий избран! Когда я услышала, как верещит Цицерон, я поняла, что тебя обнаружили. Я боялась худшего. Ты в порядке? Да что же тогда происходит во имя Ситиса? Цицерон говорил с матерью Ночи, но она говорила с тобой. Это что, новый бред этого дурака? Что? Так Цицерон ни с кем больше не говорил. Только с телом матери Ночи. И мать Ночи, которая по всем легендам говорит только со слышащим, заговорила. Сейчас. С тобой. Клянусь Ситисон. И что она сказала? Омон Матьер. Понятия не имею, кто это. Но Волундрут. Про него я слышала. И я знаю, где это. Хм... Нет. Нет. Слушай, я не знаю, что тут происходит. Но я пока еще твой начальник. Это понятно? Мать Ночи, может, и говорила с тобой. Но я все еще глава этой семьи. Я не позволю так просто лишить меня власти. Я... Я должна подумать об этом. Иди к Назиру. У него есть для тебя работа. Я найду тебя, когда буду готова обсуждать этот вопрос дальше. Ты слышащий, ты слышащий, я хорошо послужил матушке. О, да! Ах, ну, да, да, действительно, я пробовал слушать, старался. Но Мать Ночи никогда не говорила с бедным Цицероном. Тишина просто сводит с ума. О, но это было раньше. Сейчас все не так. Теперь слышащий ты, и Мать Ночи избрала тебя не случайно, наверняка. Цицерон будет счастливым хранителем. А... Слышащий, ну... Слышит. Мать Ночи говорит с тобой, направляет тебя. Но когда Мать Ночи говорит, Слышащий повинуется. Повинуется! Ибо ее слова воля самого Ситиса. А Ситис — суть темного братства. А-а-а! Ты же обманываешь бедного Цицерона! Стой! Слышащий говорит серьезно? А-а-а! Конечно, Мать Ночи будет снова говорить с тобой! Она будет говорить сейчас, или позже, или... Я не знаю, но она будет говорить. Мать Ночи теперь часть тебя. Ты услышишь голоса в голове. Другим не так повезло. Я? О, Цицерон, он просто хранитель! Я храню! Я присматриваю за нашей мамочкой! За Матерью Ночи! Я ее мою, защищаю и радую! Но я не слышащий! О, нет, это ты! Ты слышащий! Ты слышишь слова! И скоро все будет в порядке! Радуешься? Конечно, радуйся! Наконец-то мы на подъеме! Столько контрактов, а времени кот наплакал. Вот интересно, придет ли день, когда мы будем не нужны людям Скайрима? Думаю, нет. Э, да ты все еще здесь! Что такое? Никак работенка не по зубам? Столько контрактов, а времени... Что ж, ты, как всегда, вовремя! Ко мне поступили два новых контракта. Один легкий, а другой немного потруднее. Первый твой объект — это орк Барт по имени Лурбук. А второй — вампир по имени Херн. Доброй охоты. Он вампир, который уже долгие годы скрывается среди людей. Он всегда рядом со своей подружкой Херн, тоже вампиршей. Контракт только на Херна. Но тебе, наверное, придется убрать и девицу тоже. И да поможет тебе в этом Ситис. Он по всем статьям худший бард в Скайриме. Столько народу хочет его смерти, что Астрид пришлось устроить лотерею, чтобы определить клиента. Ступай уже! Брат, я служу Астрид и этому убежищу. Жизнь хорошая и простая. Астрид наверняка забыла сказать, что я ее муж. Это она любит. Не хочет, чтобы другие думали, что у нее есть любимчики. Ну что ж... Бери из себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, что это? Я буду здесь. 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 Я буду здесь.